На территории, по которой пройдет железная дорога, трудятся российские археологи. Обследуют подход к мосту со стороны Крыма. Перед тем, как территорию отдать под работы строителям, ученые тщательно ее изучают. Обследуют курганы, остатки древних укреплений и поселений разных культур. На этот раз в древних погребениях были найдены образцы прикладного искусства IV века до н.э. Фрагменты атичной керамики, искусно расписанной мастерами Атики. На стенах Гидри, сосуда для воды, изображена сцена битвы амазонок с греками, а рыбное блюдо украшено рисунками морских обитателей. Специалисты предполагают, что эта посуда может принадлежать представителям боспорской знати. Ее выставляли на перах, а также использовали при погребениях. Использовался он в качестве погребальной урны. В ней находился прах, в ней находились некоторые маленькие личные вещи. И вот эта вещь сопровождала уже умершего человека на тот свет. Чем уникален тем, что на ней изображена сцена Амазона Махии, борьбы греков с амазонками. У нас есть, благодаря вот этим погребениям, полный парадный столовый набор достаточно зажиточного греческого жителя нынешних мест. Артефакты с росписью древних мастеров были восстановлены из десятков осколков. Реставраторам понадобилось три месяца, чтобы собрать воедино и склеить фрагменты. Керамика пролежала под землей более двух тысяч лет. Поэтому в первую очередь ее поверхность освобождалась от слоев природных загрязнений, а черепки укреплялись специальными составами. Большая удача, что Гидрия поступила в реставрацию практически без утрат. То есть были найдены почти все фрагменты тулова, ножки, горла и ручек, которые соединились воедино. Значимость этой находки очень велика. Дело в том, что Керчь – это древнейший город Восточной Европы. Здесь сходились разные цивилизации. Здесь, по сути дела, за Керченским проливом начиналась Азия. И эта коллекция керамики подчеркивает соединение разных культур и народов. Открывает новые перспективы в изучении торговых связей экономических, которые осуществлялись в античную эпоху. Артефакты хранятся в фондах музея Керчи. За три года с момента начала реализации проекта «Общая площадь археологических раскопок» превысила 56 гектаров. Основной объем исследований пришелся на участки авто из железных дорог, подходов к мосту со стороны Тамани и Крыма, где были выявлены десятки объектов культурного наследия. Это замечательнейший комплекс. Он относится к одному из погребальных сооружений курганной группы Юз-Аба. Эта курганная гряда известна во всем мире, потому что находки, которые были сделаны в курганах Юз-Абы, украшают залы крупнейших музеев мира. Британского музея Лувра, российских музеев, таких, например, как Эрмитаж, Музей изобразительных искусств Мини Пушкина. И вот сейчас в Керченском музее появились замечательные вещи. Благодаря находкам, которые обнаруживают археологи на берегах Керченского пролива, по сути, открыта новая страница в истории и археологии. Работы продолжаются. Александра Пермякова, Служба новостей ИТВ.